Как-то у меня так немножко не уважается даже, потому что я сижу здесь, я с себя приготовилась и думаю, я задам вопросы, которые мне интересны, а у меня раз, два, три, я думаю, куда ж мне рулить дальше, что ж мне делать? Материал, который вы рискуете сейчас изучить, наилучшим образом может оказаться крайне полезным в ваших наблюдениях за собой и в ваших наблюдениях за другими. Здесь я покажу вам две рабочие модели. Первая, это драматический треугольник, когда человек переключается по следующим ролям, преследователь, спасатель и жертва. Преследователь, ну чего ты не отвечаешь на вопросы так, как мне хочется, чтобы ты отвечала? Потом жертва, например, мне так тяжело с вами работать, у меня такое ощущение, будто вы меня не уважаете вовсе, когда есть возможности заплакать и повсхлипывать. И спасатель, это третья роль здесь. Мы так с командой готовились, вы что думаете, я не готовилась, мы же ради вас стараемся и хотели сделать этот выпуск хорошим, это же все ради вас. Вот важно замечать проявление этого треугольника, потому что человек, являясь его заложником, только соответствующие события в своей жизни создает, чтобы проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. Это первая. Вторая модель, которую вам здесь я покажу, это цикл насилия. Он начинается с нейтральной паузы, потом переходит в нарастание напряжения, когда есть необходимость почувствовать привычные эмоции, подтвердить свои привычные убеждения. Потом происходит прощупывание, так сказать, жертвы, как здесь будем видеть, как Юлия будет Ольгу и перебивать, и проговаривать, что ей гораздо виднее, что происходит в жизни у Ольги. Здесь мы это увидим, но вот так аккуратненько. Потом значительный акт насилия, тоже здесь мы увидим, но это, конечно, метафора в первую очередь. Потом извинения, конфетно-букетный период и снова нейтральная пауза. Вот этот цикл я вам покажу. И, кроме того, даже буду использовать здесь некие зарисовки, чтобы их, как иллюстрации, задействовать в уроке. И помните, с вами Альберт Сафин, это в третьих, а в четвертых, конечно, я буду утрировать гипербова мой излюбленный педагогический прием. И здесь речь будет идти лишь в том числе о Юлии и об Ольге. Все-таки я приглашаю вас вместе со мною, препарирую этот материал, делать выводы, а как то, что вы узнаете здесь, может быть полезным именно для вас, в вашей практической реальной жизни, в ваших исследованиях себя и людей, которые вас окружают. Правда? Ведь жизнь человека – это его взаимоотношения с собой и с другими в первую очередь. Итак, можете приготовить ваш конспект. Много интересного вас ждет, не без лютого, как обычно. Поэтому с благодарностью к Юлии и к Ольге приглашаю начинать. Ведь именно благодаря им этот выпуск состоялся, который достоин внимательного изучения себя. Вгрызаться приглашаю вас я. Поехали! Успех – это когда человек успел на поезд в Царство Небесное. Все остальные успехи... Но вы же не всегда это знали. Но вы же не всегда это знали. Мне гораздо виднее, чем вам, что вы знали, а что вы не знали. И я сейчас буду стремиться накладывать свою картину мира на вас, и вы должны ей соответствовать. Видимо, здесь первые ноты песни «Давление» в исполнении Юлии на ее гостью Ольга. И здесь будет много интересного. Для того, чтобы прийти к этому пути, вам потребовалось какую-то долгую дорогу и преодолевать. «Напряжение начинает плавно расти. Юля здесь, подобно преследователю, начинает аккуратненько катить бочку, прощупывая своего собеседника. Совсем скоро, получив отпор, она будет плавно включать давление слезами, чтобы вызвать жалость к себе. Это популярный рабочий прием, и зачастую обыватель может подчинять всю свою жизнь переключениям по ролям. То он давит на другого собеседника, потом, получив отпор, вызывает жалость к себе, как вы можете по отношению ко мне так себя вести. А потом включается в спасателя. Я же ради вас стараюсь и хочу, чтобы здесь все было хорошо. Видите, мы подготовились. И вот это во всей красе переключение по ролям драматического треугольника, где есть преследователь, спасатель и жертва, мы будем с вами здесь наблюдать. А сейчас пока потихонечку нарастает давление. Тогда, когда вы еще не пришли к Вере, когда не случился этот перелом, и вы были успешны, у вас были амбиции? Хотите честно? Хочу, конечно. Я только честно и хочу. Меня уже давно мало волнует, что считают другие. Вам приписывают какой-то конфликт. И я даже когда-то читала интервью. Вы от меня что-нибудь слышали? Своего рода попытка Юлии повесить некие наклейки на лицо Ольги, вынуждая таким образом Ольгу эти наклейки комментировать. Ольга здесь дает достаточно резкий отпор. И здесь есть два важных фактора. Во-первых, со стороны Юлии, получив такой жесткий отпор, вы от меня что-нибудь слышали? Что вы такое мне сейчас говорите? С одной стороны, Юлия, получив такой жесткий отпор, не может здесь, в этих условиях, не включать немножко вызов жалости к себе слезами в том числе. А с другой стороны, может быть, Ольге стало немного неловко, что как бы перегнуло палку, как бы начав чувствовать вину. Наверняка вы сталкивались с таким внутренним состоянием. Когда вы как-то слишком резко пошутили над другим, либо как-то словом ударили другого человека, начинаете чувствовать себя виноватым и пытаетесь свою вину замазать, включая внутреннего спасателя. Вот такие переключения. Здесь интересно наблюдать, которые будут происходить как бы и у Юлии, и у Ольги в том числе. Где-нибудь я что-нибудь говорила лично? Вот я читала это как вашу прямую речь, что вы называете... Теперь вы считаете, что это вот было, так сказать, неусмирённый эгоизм от двух людей. Когда женщина пьёт регулярно, это уже плохо. А у меня это случалось каждый день. Это вы говорите о своём прошлом. К сегодняшним высотам и к сегодняшнему своему духовному состоянию вы пришли, пройдя через какую-то пропасть. Мне кажется, это неизбежный путь. Нет, избежный. Когда мне пишут толпами, страждущие мамы, жёны, отцы, мужья, проблемы разные. Сейчас ещё масса есть, так называемый компьютерный алкоголизм. Любая зависимость – это искушение. Юлия помогает Ольге подобрать слово, но давай уже быстрее, быстрее давай. Ну, искушение, понятно, к чему ты клонишь, давай дальше. Ну, это всё равно, что упиваться вином, то же самое упиваться компьютером, понимаете? Чем угодно, играми, азартами. Как вы сейчас помогаете этим людям, которые вам пишут? Что вы говорите, исходя из своего опыта? Нет, и... Здесь два момента. Во-первых, перебивания плавно начинаются. И, во-вторых, ещё важная деталь. Ну и как вы помогаете вот этим людям, которые вам пишут? Что вы им говорите, исходя из вашего опыта? Ну-ка, давай оправдывайся передо мной. Ну-ка, давай рассказывай мне. Надеюсь, ты достаточно хорошо, чтобы со мной общаться. Знаете, бывает вот эта попытка. Ну-ка, давай расскажи, как ты им помогаешь. Ну вот, Альберт, ты свои эти видосики записываешь. Расскажи, как ты таким образом помогаешь зрителям? Ну-ка, давай рассказывай. Последнее, что я буду делать здесь, это впрямую отвечать на этот вопрос. Здесь можно делать такие перехваты. Так, секунду. Вы действительно хотите это услышать? То есть, делать перехваты, задавать встречные вопросы. В полный стакан воду не нальёте. Вызывать желание у собеседника слышать, когда он слушает. Это я к тому, какое может быть практическое применение у перехватов. Ну так вот, перебивания мы здесь видим, во-первых. И, во-вторых, мы здесь видим... Ну-ка, давай оправдывайся передо мной и рассказывай. Цикл насилия мы здесь видим. Я вам сейчас его покажу, что он из себя представляет. Итак, это цикл. И чем чаще он себя закручивает в исполнении людей, тем более неизбежным он становится, тем к большим последствиям печальным он может приводить. С чего всё начинается? Буду рисовать. Сначала нарастание напряжения. Когда есть возможность прожить привычные эмоции, подтвердить свои привычные убеждения. Ну, например, гнев почувствовать, которым человек любит себя питать. И в очередной раз убедиться, что все козлы, а я большой молодец. Потом происходят маленькие прощупывания. Напишу PR. Например, что мы здесь и видим. Потому что этот цикл будет себя здесь воспроизводить. Да, я с двумя моделями здесь вас познакомлю. Это цикл насилия и драматический треугольник. Вернее, уже знакомлюсь с ними. Прощупывание. Это немножко прощупать, что мы сейчас и видим здесь в исполнении Юлии. А что, если я буду её перебивать? А что, если я буду делать известным, что мне виднее, что там происходит внутри Ольги? А что, если я сейчас буду заставлять её оправдываться передо мной и рассказывать мне, что она всё-таки заслуживает там кому-то что-то писать и отвечать? Потом после этого происходит значительный акт насилия. СН точка я напишу. Мы здесь его увидим совсем скоро, когда пойдут слёзы в дело. Потом, конечно, извинения. Изв я напишу извинения. Которые переходят в конфетно-букетный период. КБП я напишу. Извинения. Извини. Я не хотел. Я не хотела тебя обидеть. Да, а значительный акт насилия зачастую это не только ругательство, но и рукоприкладство. И вообще много ужаса здесь может быть. А после конфетно-букетного периода потом пауза, которая плавно переходит в нарастание напряжения. То есть вот он цикл. Сначала спокойная, тихая пауза. Потом нарастает напряжение, чтобы проживать привычные эмоции, подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. Потом прощупывание другого человека. Как это в жизни? Немножко опоздаю и посмотрю, проглотит ли. Немножко брошу фразу какую-нибудь язвительную. А если что, скажу. Да ладно, это всего лишь шутка. Потом значительный акт насилия, что может выражаться уже в громких ссорах, криках, ударах, рукоприкладствах и прочее. Потом, конечно, извинения. Потом конфетно-букетный период. Ой. Вы знаете, многие говорят, бьет, значит, любит. Своего рода рационализация вот такой зависимости. Тут лечиться надо. Ну так вот. И, конечно, коварство этого цикла в том, что он вызывает привыкание. Условные рефлексы никто не отменял. Смотрите, какое обильное позитивное подкрепление вот здесь, в виде извинений и в виде конфетно-букетных периодов после. Поэтому от цикла этого насилия необходимо лечиться всем, кто в этом цикле задействован. Я очень рад, что я поделился с вами этой моделью. Наверняка она многое показывает вам более явным. И вот здесь этот циклик. Маленький, конечно. В этом вербальном общении, в первую очередь, у них мы наблюдаем. Сначала перебивание, прощупывание. Ну-ка посмотрим. А потом, ну и как вы им помогали? Что вы им писали? Прощупывание. В них это просто вселяет веру. Веру, потому что сам факт того, что человек может... Я говорю это еще раз. Говорю потому, чтобы люди понимали. Не надо из меня делать свитошу. Я такая же, как все. Оль, ну есть же личный опыт. Вот я к нему и пытаюсь апеллировать. Как вы это поняли? Оль, ну какая разница, что вы сказали до этого момента? Вы должны говорить мне то, что мне нравится. Еще и отпор мне даете. Нет, давайте, прогибайтесь, пожалуйста. Я вам сейчас скажу, как правильно и как это должно быть. Ну есть же... Ну и так далее. А для Бога мертво. Ну как вы это поняли? Есть две дороги. Одна к себе, другая от себя. Угу. 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 Это я к тому сейчас. Я специально утрирую. Ну вы наверняка знаете, гипербола мой излюбленный педагогический прием. Чтобы показать вам эти предпосылки слез в качестве давления на собеседника. Они не происходят просто так. Этот цикл никто не отменял в данном случае. Видите? Сначала прощупывание собеседника. Прощупывает, прощупывает. И совсем скоро, кстати, а вы бы слезы куда бы вписали? Да, слезы, они где-то здесь. В извинениях и в конфетно-букетных периодах. И мы здесь это тоже увидим. Какое расслабление и счастье накроет всех участников здесь после этих слез. Ладно, так уж и быть. Я буду стараться ради вас. И все успокоились после этого. Но временно. В жизни обычно слезы обрекают на следующие слезы. Слезы обрекают на следующие слезы. Чтобы человек не чувствовал, он заклинает. Я бы даже сказал, обрекает себя в дальнейшем создавать такие события, чтобы испытывать это снова. Эмоции и чувства в данном случае являются наркотиком, который вызывает привыкание. Но если у вас есть возможность выбирать, что в жизни испытывать, почему бы не выбрать позитивные эмоции и чувства? А о чем думаете вы здесь? Угу. Угу. Нарастает напряжение. Нарастает. Из поля зрения остальных. Немножко, да, в сторону нырнуть. Это я помню. А вы кого-то испугались, может быть? К себе вернуться. Ну, это я помню. Это я помню. Это я знаю. Давайте о чем-нибудь другом. Это я знаю. Это я помню. Видите, прощупывание и давление. Ну и потом перебивание здесь. Ольга еще не успела договорить, как Юлия начинает говорить катком сверху, пытаясь быть. Кого-то увидели из своих друзей, которые стали гибнуть. Вы про меня читали? Страх это вообще про меня? Вот. Юлия своим давлением и прощупыванием и, наконец, получает желаемое. Это ответный удар. Вот сейчас происходит как бы значительный акт насилия. Только, конечно, в миниатюре, учитывая, что мы сейчас исследуем. Так вот, совсем скоро будут извинения, конфетно-букетный период. Но извинения свои будет здесь проговаривать Ольга. И конфетно-букетный период будет создавать она здесь. Ладно, я сделаю такую передачу, какую вы хотите. И буду отвечать на ваши вопросы. Это вы увидите в дальнейшем здесь, чуть позже. Итак, а сейчас давайте посмотрим, как в этом цикле. Сначала была, значит, спокойная пауза до их знакомства здесь и взаимодействия. Потихоньку нарастало напряжение. Потом микропрощупывания, которые мы с вами видели выше, в виде перебиваний. В виде того, что мне виднее, что происходит у вас. И в виде того, ну и как вы им помогаете. Сейчас будет значительный акт, кстати. Обратите внимание. Я часто говорю, что чтобы другие люди вам не говорили, они это говорят не вам. Они таким образом вговаривают в себя. Вообще складывается такая иллюзия, что если два человека обмениваются звуковыми волнами, то они друг с другом общаются. Нет, так и здесь. Ольга словно общается не с Юлией, а сама с собой. Юля общается не с Ольгой, а сама с собой. Или в каких-то образах, которые в их воображении подобны лесу, в которых они затерялись. Затерялись. Такое впечатление складывается. Итак, совсем скоро слезы и дрожащий голос начнут о себе знать. А Ольга здесь, может быть, чувствуя некоторую вину перед Юлей, что немножко перегнула палку, но будет извиняться и закидывать конфетами. Юль! Юль, а вы спросите у меня то, что вам правда интересно. А сейчас я вам покажу другую модель, которая тоже может быть полезной в ваших наблюдениях, уважаемые исследователи. Итак, значит, давайте же будем исследовать Ольгу здесь, в первую очередь, вот в этом моменте. Ольга резко ударила Юлию здесь. Да хватит уже мне эту ерунду спрашивать. Вы что, обо мне ничего не читали вообще? Мне жалко времени тратить на эту бестолковую беседу, так сказать. Активный удар. Юля переключается сейчас плавно в жертву, будет рассказывать о том, как ей сейчас плохо, как она старалась, как ей тяжело. И даже немножко поплакать здесь можно. И в этот момент времени переключается в спасателя здесь Ольга и начинает спасать Юлию. Юля, ну расскажи, спросите меня вот об этом, вот об этом меня спросите, я вам вот это расскажу. И настаивая на том, чтобы продолжать и дальше быть жертвой, Ольга теперь с этого момента будет спасателем и будет спасать эту передачу. И пытаться сделать так, чтобы не навредить ей. А то вдруг Юлия опять слезы включит. А вы знаете, для многих людей слезы это то, что ранит и режет сердце до мозга костей. И зачастую человек, чтобы не видеть слез с очередного манипулятора, готов на все. Да, имейте в виду, слезы могут быть искренним порывом чувств. Но как правило, как правило, для многих людей, которые актеры лучшие, чем профессиональные актеры, слезы это лишь очередная возможность дрессировать собеседника и воздействовать на него. Поэтому манипуляции слезами никто не отменял. Это чисто в направлении наблюдений за пределами этого выпуска. Итак, накатила бочку на Юлию здесь Ольга. А Юлия здесь напрашивалась, да, вот этой своей пассивной агрессивностью, прощупыванием и неким обесцениванием, которое мы выше видели. И как вы им помогаете, что вы пишете им в ответ. И включает атаку здесь выше Ольга. И увидев слезы Юлии, переключается в спасателя. Сейчас увидим. Мне правда это интересно. Вы знаете, что вы думаете, что меня мной кто-то руководит? Нет, 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 нет. То, что я спрашиваю, мне правда интересно. Неконтролируемый поток речи здесь можем наблюдать с вызовом одновременно жалости к себе. И обратите внимание, как правило, еще с некими специями из спасательского состояния. Сейчас мы увидим. Но я же ради вас стараюсь. Мы же к передаче готовились. Но мне же правда интересно. Ну что вы такое говорите? Вот такого рода воздействия на собеседника слезами, вызовом жалости к себе. И я же ради вас стараюсь. Но когда вы, если вы на такую тему ведетесь, то имейте в виду, что совсем не за горами снова тот момент, когда ваш собеседник будет становиться преследователем, чтобы снова пытаться у вас что-нибудь отщипнуть, откусить. И цикл насилия снова начинает свой ход. То есть можно сказать, что вот этим треугольником пропитан цикл насилия. Просто в разные моменты времени он себя демонстрирует в разной интенсивности. Ну, например, допустим, выпивший член семьи начинает катить активно бочку на супруга или супругу. И знаете, это превращается в то, что получается выпивший преследователь, а тот, на кого катит бочку, жертва. Потом на следующее утро, например, тот, кто бочку катил, становится жертвой, а тот, на кого бочку катили, начинает отпаивать и заботиться, наблюдая очень плохое физическое состояние своего вчера агрессора. Потом этот агрессор из жертвы к вечеру может превращаться в спасателя, когда приносит домой игрушки детям, перед которыми чувствуют вину, и цветы там супруги, в общем, тоже перед которой вину чувствуют. Но это, как правило, лишь временная история. В этом случае наступает такой момент, когда этот цикл насилия и эти треугольники в нем снова запускают свой механизм, на котором каждый его участник сидит, как на наркотиках. Я сейчас даже думаю, как мне справиться с тем, что я чувствую. Я чувствую, что как-то меня так немножко не уважаете даже. Потому что... Серьезно. Ольга на этот крючок или клюет, или делает вид, что клюет. Это абсолютно непонятно, и это не имеет никакого значения сейчас. Сейчас обратите внимание, ведь мы можем сказать, что и Юля лишь здесь отыгрывают свою роль, чтобы сделать это интервью более наглядным и интересным для зрителей. Это не имеет никакого значения, потому что задача в изучении моих учебных материалов, над которыми я работаю, это не в том, чтобы делать какие-то выводы о них. Это чтобы вместе со мною, препарируя этот материал, делать выводы о том, а как это отражается и проявляется в моей жизни. И что я выбираю вместо этого? Это важно учитывать. То есть задача уроков здесь образовательная в первую очередь. Ну так вот. Видите, здесь начинает Ольга уже переключаться в спасателя, спасая таким образом Юлю. Ой, да вы что? Да нет, конечно, я вас уважаю. Да все в порядке. Ладно, давайте продолжать. То есть для многих ахиллесовой питой является воздействие на них через вызов жалости к себе с примесью этого спасателя, что я ради вас стараюсь. И я хочу сказать, что много людей спят в земле, потому что когда-то на такие приемы повелись. Правда. Потому что я сижу здесь, я с себя приготовилась и думаю, я задам вопросы, которые мне интересны. А вы меня раз, два, три. Я думаю, куда ж мне рулить дальше? Что ж мне делать? Вы знаете? Ну ладно. Можно я вам расскажу? Обратите внимание, вызов жалости к себе. Потом я так ради вас стараюсь. Мы же готовились. А вы совсем меня не уважаете. И потом это коварное, ну ладно, так уж и быть. Я, что я могу поделать? Давайте, делайте мне больно дальше. Но вы понимаете, да? Вы это замечаете теперь. Правда. Потому что я сижу здесь, я с себя приготовилась и думаю, я задам вопросы, которые мне интересны. А вы меня раз, два, три. Я думаю, куда ж мне рулить дальше? Что ж мне делать? Вы знаете? Ну ладно. Можно я вам расскажу? Обратите внимание. И здесь, видите, Ольга не прибывает лицом к лицу с происходящим, наблюдая происходящего и позволяя ему быть, а стремится замазать тему, приложить своего рода лейкопластырь или подорожник, как бы уважить Юлию, как бы позволить ей перестать уже плакать. Ну ладно, ну что тебе купить? Ну давай я тебе это куплю, это куплю. Ну что мне ради тебя делать, чтобы ты успокоилась? То есть, видите, как своего рода манипуляция получает желаемый ответ? Юлия здесь получает свое. Сбила, так сказать, здесь активный напор Ольги. Но это происходит только потому, что Ольга позволяет этому происходить. Важный прием, который является полезным. Вы можете выучить его наизусть. Я вам сейчас этот прием покажу. Вот как он звучит. То, что сейчас происходит, рождает во мне желание Х. Но вместо этого я приглашаю вас Y. Это важно, потому что Z. Что думаете по этому поводу? Смотрите, Юлия, вот вы меня перебиваете, и это рождает во мне желание перебивать вас в ответ. Но вместо этого я приглашаю вас по очереди разговаривать с уважением к себе. В противном случае передача не получится. Что думаете по этому поводу? Видите? Вот, Юлия, то, что я вам сейчас рассказываю о том, что значит для меня духовный путь. А вы после этого у меня спрашиваете. Ну и как я помогаю людям, которые мне пишут? Рождают во мне желание что-то вам доказывать, оправдываться перед вами. Но этого делать так не хочется. Вместо этого я приглашаю вас сделать небольшую паузу, может перерыв, а потом снова вернуться к записи этой передачи. Видите, вот такой прием является полезным, когда вы вскрываете происходящую манипуляцию, вы называете ее, и вы приглашаете собеседника реагировать иначе. Это может быть полезным. Конечно, бывают такие собеседники, которые даже и получив вскрытие своей манипуляции, продолжают дальше давить. В этом случае вы можете повторить этот прием. Давайте адаптируем этот прием под происходящее. Вдруг пригодится. Юлия, то, что вы сейчас начинаете словно плакать и рассказывать, как вы ради меня старались, а я вот не соответствую вашим ожиданиям, заставляет меня говорить именно то, что вы от меня ждете, и препятствует тому, чтобы я проявлялась так, как хочется мне. Вместо этого я приглашаю вас сделать небольшую паузу и потом вернуться снова к записи этой передачи. Что думаете по этому поводу? Вы можете вскрывать таким образом манипуляции, делать их известными, потому что, как правило, названное не имеет над вами такой власти, как неназванное. Дать слово – это значит взять контроль над этим, чему слово вы дали. Называть. Вот мы с Лешкой когда бываем на каких-то вечеринках, да? Сначала там, ну, понимаете, начало всегда бурно, гости сижаются, все целуются, обнимаются. Ольга сейчас словно закидывает Юлию, как капризного ребенка, конфетами, лишь бы этот ребенок перестал орать и, получив конфеты, успокоился. Что обучает ребенка тому, что если он будет орать и капризничать, то, в конце концов, конфеты он получит. Юлия сейчас получит эти конфеты, что будет отражаться на выражении ее лица. Помните, человек, как правило, не находится здесь и сейчас. Человек, вне зависимости от того, сколько ему лет, времени и прочее, находится там и тогда, словно у него заевшая магнитофонная пленка, прокручивает себя снова и снова в бороздах его извилин. Вы меня просто не поняли. Ну, давайте, хорошо, я буду у вас послушать, не проблема. Говорите, буду отвечать. Спасибо. Ну, ладно, давайте я тебе уже дам конфеты, в конце концов, чтобы ты перестала капризничать, ладно? А то мне больно смотреть на твои капризы и сопли, и поэтому вот тебе конфеты. Но, конечно, таким образом, если вы конфеты даете, вы обрекаете себя снова и снова откупаться этими конфетами, покупая других людей. Ну, ладно, это какой важный момент здесь? Ну, хорошо, конфетки все-таки дали. Это во-первых. И во-вторых, ладно, я буду плясать под твою дудку, Юлия, лишь бы ты не заставляла меня страдать из-за своих слез. Вы меня просто не поняли. Ну, давайте, хорошо, я буду у вас послушать, не проблема. Говорите, буду отвечать. Спасибо. Сейчас вы увидите конфетно-букетный период в соответствии с циклом насилия. Можно будет наблюдать прямо восторг у Юлии, словно получила желаемое. Да, я все-таки победила. Эх, как хорошо, передо мной извинились и разрешают мне проявляться так, как нравится мне. Какая разница, о чем это для других? Главное, мне нравится. Я победила. Присмотритесь. Сразу так и сказали, что вам некомфортно. Страдания в человеческой жизни есть потому, что человек привыкает к ним и уже без них не может. Потому что такое обилие эмоций они человеку дают. Ну, и, знаете, дополнительные выгоды никто не отменял. Есть возможность жалость к себе вызывать, заполнять ими в вакуум своей жизни. Ну, и внутреннее превосходство чувствовать. Вот я страдаю больше, чем вы. Вот поэтому вы не понимаете, значит, что жить по-настоящему. Ну, и так далее. Как правило, что в жизни человека происходит, то и является его целью, которую он и не осознает вовсе. Я именно поэтому и ввожу здесь эти две модели, цикл насилия и драматический треугольник, которые позволяют ваше наблюдение делать точнее. Многое вспомнили из жизни и ваших наблюдений. Народ! Народ, простите! Какая я молодец! Поставила эту выскочку на место. Она даже у зрителей просит извинения. Эх, хорошо! Эх, как классно! Ох! Я считаю, что нужно быть в послушании того, кто больше в этом на данный момент нуждается. Говорит, самый главный момент твоей жизни это этот момент. Главный человек это тот, кто сидит перед тобой. Главные слова, которым хочется... Я главный человек! Я самый важный человек! И мои слова самые главные! Эх, хорошо как! Хорошо! Видите, это я сейчас показываю. Утрировано, конечно, вот этот конфетно-букетный период и этап извинений. Что человек готов идти на страдания, даже на причинение вреда себе и людям, которые его окружают, лишь бы в очередной раз почувствовать удовольствие вот от этого. Да! Да, мне плохо! Очень плохо! Но это же я потому, что люблю по-настоящему, а другие люди не знают, что это такое. Отлично, мы будем во взаимном послушании. Давайте так. На тебе конфетку, главное, перестань уже ныть и капризничать. О, это ты мне видишь? Вот видишь, это ты мне конфету дала, потому что я у тебя ее попросила. И вообще у тебя конфеты есть, благодаря тому, что я постоянно капризничаю. Видите, вот это в конце ликование. Я все-таки победила, и все-таки я решаю, какие должны быть здесь правила. Но давайте будем друг у друга у послушании, хорошо? Обратите внимание, здесь это двойное послание, конечно. На поверхностном уровне, словно какое-то равноправие, друг у друга у послушании. Но заканчивается хорошо, вот так вот будем. Даже можно без хорошо. Мы будем друг у друга у послушании. Но, как правило, это знаете, что мне напоминает? Ну ты же у нас главный, ты же главный. Вот и решай, как необходимо здесь нам быть, и что необходимо делать. Ты же главный, поэтому ты и решай, что к чему. Видите, вот это двойные послания. Когда на поверхностном уровне проговаривается одно, а на внутреннем совершенно другое. А здесь аксиома такова, что внутреннее всегда важнее внешнего. Внешнее, как правило, это лишь мусор, который можно отсекать в сторону. А вот внутреннее имеет значение. Я про коммуникацию имею в виду. Например, здорово, что я сейчас затронул внешнего и внутреннего в коммуникации. Например, но я же ради тебя стараюсь. И хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Поэтому делай вот так. На внешнем уровне словно забота, а на внутреннем уровне попробуй сделать иначе. Я буду тебя до конца дней твоих заставлять чувствовать себя виноватым. Видите, вот эти двойные послания в речи людей очень важно отслеживать. Вот тут такой вопрос имеет важное значение. Когда мне говорят «это», то что мне говорят «еще между строк». Тренировать свою способность отслеживать двойные послания является полезным. Вы до того, как вышли замуж за Алексея, были дважды замужем. И эти браки распались. Да. Эх, хорошо, можно тогда щипать дальше. Выше про то, что Ольга закидывала за воротник. Подчеркнула. Видимо, были проблемы с алкогольной зависимостью. Сейчас буду подчеркивать ее неудавшиеся и распавшиеся браки. И буду ковырять дальше. Мне же разрешили. Эх, сейчас я буду, значит, знаете, словно устраивать пир здесь. Создавать беспорядок. И даже если не хочется рисовать на стенах, ну мне же разрешили. А если как-то будут хмуро на меня смотреть, ну что вы мне не даете проявлять свои эмоции и чувства? Я же так вижу мир. Ну а Ольга здесь получается либо в качестве притворства, либо от всей души. Это не имеет никакого значения. И это, знаете, и сложно, и даже нет необходимости этого понимать, что там будет подыгрывать. И сейчас будет просто ровненькая речь о том, чтобы говорить Юлии то, что она так хочет слышать. Оль, а вообще откуда появилось это желание уйти в монастырь? Это вот такое неофитство, я бы сказала. Пока вы не научитесь быть счастливым, вы не сделаете счастливым никому. И никому с вами не будет хорошо. Это правда. Ну сами знаете, что такое высокая температура, да? Да, да. Да, понятно. И, 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 да, да. И. Это к тому, что снова начинаются прощупывания. Отойдите, а я не понимаю, почему я должна отойти-то. И стою, и вдруг на меня идет процессия, значит, патриарх. Как ласково начала Ольга разговаривать с Юлией. Не потому, что наверняка ей так хочется, а потому, что просто, может быть, есть страх, что если она будет делать иначе, Юлия снова начнет плакать. Вот такая дрессировка слезами. Слезы как метод воздействия. Слезы как насилие. Насилие в данном случае, я имею в виду, запрещать человеку делать то, что он делать хочет сам, и заставлять его делать то, что нужно тому, кто это насилие слезами в том числе оказывает. Да, он мне потом сказал, ты что думаешь, я просто так никогда не женился? Тебя ждал? Нет, не в этом смысле, как он серьезно к этому относился. Правда ли, что вы думали, что у вас... Какая разница, Ольга, что вы считаете важным мне сказать и зрителям? Мне гораздо ценнее то, что хочу сказать я, и поэтому не в первый раз я вас перебиваю. Правда ли, что вы думали, что у вас детей не... Вы что, в 40 лет, когда... 40 лет, они говорят, вы с ума сошли. А для вас вообще новость о беременности была удивительной? Почему вот Господь вам раньше ребенка не давал? Потому что нужно было дождаться Алексея? Или... Не давал, я не хотела. Или вы... А, вы не хотели. У меня задача, вот мой сейчас смысл жизни, не навредить. Уважаемые зрители, я приглашаю вас плавно завершать изучение этого материала. Много гипотез прозвучало выше, и я верю, что если хотя бы одна из них окажется полезной для вас, особенно в долгосрочной перспективе, это будет для меня большой наградой. Смело пишите в комментариях, что было с вами созвучным здесь, и какие открытия для вас оказались неизбежными. С вами Альберт Сафин, до скорых встреч, мои дорогие, пока!